под одним из моих роликов где я рассказывал о том как вязался в бессмысленную драку и в итоге получил перелом челюсти руки в комментах мне написал некто это тебя бог наказал хочется ответить ему сейчас если в твоем понимании долбоебизм это бог то тогда меня наказал именно бог согласен и как сказал хью лори я не верю в бога но я считаю что если бы существовал бог который смотрел бы на нас сверху то если бы он увидел что ты принимаешь что-либо как должное он бы отнял это у тебя таким образом он бы действовал по принципу ах у тебя довольно хорошо идут дела но получи тогда какую-нибудь ужасную катастрофу и хью чертовски прав вся суть христианства сводит блять и шпрст тупой актер цитата просто рандомного тупого актера ну простите тупого не тупого но все-таки так страдания это фундамент данного вероисповедания положи бог на свою земную жизнь и тогда возможно тебе повезет на том свете будь ну страдание не страдания христианство на мой взгляд эта модель как раз который позволяет со страданием работать аргументом от доктор хаусом да как раз в чем дело но путь смиренным мучеником и попадешь в рай так вот простраданием ну да огромное количество религии они по сути способа как и кстати как и философий таки философии до способа адаптации к страданию итак я был по глубоко верующим в детстве бывает ну был и был а я мать педагог по образованию научила меня читать еще до школы такие прочел детскую библию это сильно сокращенный зацензуренный вариант тем не менее эта книжка дала мне общее представление христианстве когда мать брала меня с собой в церковь я смотрел на огромный толпу народа и думал конечно же бог есть разве могут ошибаться все эти люди ведь их так много и все они веруют в бога вот и я верил причем иногда я даже читал нотации взрослым мол тетнин зачем вы судите других господь наш иисус христос даже заблудницу заступился когда ее хотели побить камнями он сказал пусть первым в нее бросит камень тот кто без греха тетни на вы безгрешная до бросили бы в марии магдалину камень в общем обычно взрослые смотрели на меня с выпучки я бы с ноги простите да я осуждаю я бы эту шлюху короче с ноги был убрал честно говоря да я осуждаю я осуждаю со что но на месте иисуса и вы знаете что но у меня религия пожестче просто ребят простите у меня более жесткая религия у меня это допустимо но если иисус другой правда не такой как я лучше чинами глазами удивляясь моим знанием из области священного писания они говорили вот это да священник растет поскольку дома у нас было много всякой православной литературы то я стал постепенно изучать ее акафист житие святых и так далее родители меня не заставляли просто мне самому было интересно я знал огромное количество икон их название историю и тому подобное помню как сидел и учил наизусть например вот эта икона называется неупиваемая чаша на нее молятся для исцеления от пьянства а данные иконы имеет название иверская богоматерь она появилась во времена когда большевики устроили гонение на христианство они пришли в церковь чтоб казнить священника и кто-то из них воткнул нож в икону богородицы и в тот же миг из нее пошла кровь сейчас я понимаю что это всего лишь очередная легенда но тогда верил к слову одних только образов богоматери сотни и я знал наизусть почти все меня могла позвать соседка спросив олег как эта икона называется мне она от матери досталось а я сходу отвечал 7 бля то есть реально чел как бы увлекался христианством религией и в итоге его аргументация сводится к тому коринжу который мы постоянно слышим то есть серьезно серьезно сейчас он еще на расскажет он реальными там диаконом заделался еще чего-нибудь и при этом его аргументация против религии на уровне нуля блять находится это тупо рандомный чел из паблика атеист вот то есть вот чем проблема проблема не в том что он там был христианином не был христианином вообще похуй проблема в том что у него аргументация на уровне долбоеба с паблика атеист а там сидят тупые идиоты и школьники у которых блять мозгов нет они не понимают чего они вообще критикуют не блять чем они имеют дело то есть этот человек интересовался религией и ему кажется достоверными и хорошими аргументы которые блять озвучивают обоссаны долбоебы школьники из паблика атеист это пиздец это не должно так работать но умных умных людей это не должно так работать вы даже от веры наверное откажетесь с очень какими-то серьезными аргументами да то есть у вас вам должно что-то серьезное предъявить вы не просто блять как тупой школьник такой а христианство а блять теперь нет христианство как вот этот чел сделал серьезно будете размышлять думать собирать собственно аргументы за аргументы против не от челу похуй паблик ты из разборных мемов да и стрельная богоматерь ей молятся от врагов прошу заметить я был тогда дошкольником а взрослые прислушивались ко мне нисколько не сомневаясь в моей компетенции в общем я бы очень нетипичным пиздюком и пока мои ровесники рисовали спайдермена я пытался рисовать иконы у меня в комнате вся стена была увешана моими рисунками на православную тематику мать даже священника приводила домой чтоб показать ему мои работы и все окружающие были уверены что я стану либо иконописцем либо попом с большим приходом когда вырасту большой приход ну приход у меня действительно большой да только только и не церковный но со временем у меня накапливались сомнения относительно достоверности это религиозной концепции вот так стоп мне мне кто-то заявил что ты чел вообще блять попом реально был в итоге это просто чувак получается иконы рисовал по приколу с другой стороны все равно странно если человек очень долго интересуется религии он наверное должен ну немножко в теологию нырнуть понять какая там аргументация что за позиция вообще у христиан да в чем она заключается просто иначе ну ну прикольно что ты иконы рисовал я спайдермена в детстве тоже рисовал вот такой же уровень веры получается как я спайдермена верил так он верил иисус христа получается уже в начальных классах у меня было слишком много вопросов на которые мне никто не мог дать ответы я начал читать библию для взрослых ну то есть полный то есть смотрите есть детская библия есть просто библия и есть библия для взрослых вы блять я знаю какой следующий роман я напишу это будет библия для взрослых ребят пред универсора отведите ну и классическую версию и откровенно говоря я тогда ужаснулся от некоторых эпизодов из данной книги бог творец зачастую выглядел там неоправданно жестоким я бы даже сказал истеричь привет ириночка его поступки не казались мне справедливыми он сразу правил заявил так что здесь целом плюс-минус знаете ладно нет а там местами такая хуйня есть просто люди в городе нормальность и так живут приходят евреи и пиздят их я бог им помогает он прикольно ну да ладно с другой стороны не нам оценивать справедливость бога бог сам гарант справедливости ни он ни его сын христос не вызывали у меня уважение их учение выглядело противоречиво запутанно и несуразно но я пытался убеждать себя мог кто я такой чтоб понять все целые намерения бога я всего лишь ребенок мне не хватает мозгов чтобы разобраться в сути действий всевышнего вот вырасту и пойму наверное однако сейчас я понимаю ничто так не компрометирует религию как ее последователи и все больше замечал что почти никто из них даже библию в руках не держал о боже мой никто и вот видите не читал не читал потерянный рай мильтона слышал но не читал большинство из них вообще ни разу не задумывались о сути православия заповедях о канонах тем не менее они были верующими я насмотрелся на их лицемерие и моему разочарованию не было предела ну вот да так и получается что он съехал с одной темы на другую так и не развил аргументацию про то что там конкретно не так да потом я увлекся истории религии и у меня появилось еще больше сомнений а что если христианство это всего лишь очередная мифология думал я тому же наблюдая за поведением людей я стал догадываться что мы лишь очередная разновидность животного мира стал догадываться они какие-то там особенные существа созданные богом по своему образу и подобию и когда я познакомился с теорией эволюции бог он открыл теорию эволюции до того как прочитал они его дает гений блять не меньше для меня умер я его похоронил и он не воскрес стоп а в чем проблема большая ну то есть слушайте давайте так давайте так в чистом виде в чистом виде противоречия между теории эволюции и богом приветствовали они не на поверхности находятся ну то есть в целом в целом да наверное только максимально буквалистское прочтение библии противоречит да николай согласен приветствует единственное только да буквалистское прочтение библии полностью противоречит собственно теории дарвина это правда но честно говоря я очень мало знаю христиан буквалистов я наверное даже из моих знакомых христиан ни одного не назову это во первых во вторых большая часть христиан с которыми я общаюсь это христиане которые пытаются объединить теорию эволюции и христианство да то есть но это христиане сиентисты а соответственно большинство хрена не большинство многие христиане считают что теория эволюции и христианство друг другу не противоречат и обе являются вот эти вот два подхода являются истинными а вот сандра за буквальное прочтение он ну я не знал кстати я не знал редкий гост если так это прикольно потому что буквалистов я реально в жизни очень мало встречал но стоп может быть сандра за буквализм в прочтении евангелия например потому что ну например если буквально прочитывать ветхий завет это уже совсем другое потому что в ветхом завете там и антология прописывается и физика плюс-минус прописывается мира там действительно уже становится понятно сколько там ему лет за сколько дней там счет остановилась и так далее так далее так далее то есть тут еще может быть совершенно разное еще крак разным отсеком вот этого текста библии да мы можем подходить по-разному с разной степени буквалистичности на мой взгляд просто до христианин как минимум к евангелию к новому завету вообще в принципе должен относиться более-менее буквально то есть если там начинается какая-то хуйня типа ну иисус христос там на самом деле не христос он там не воскресал он там ничего не делал там вино воду не превращал это все метафоры это все а люди тогда человек не христианин просто но это это изи на вот как минимум все что происходит евангелиях плюс-минус надо трактовать более-менее похоже на то как это описано да не на иначе шадов выписывает вас из христианства но ибо но вообще странно если вы христианин и не верите в божественность христа его воскресенье и прочие интересные вещи как минимум вот а так а так да но вот конкретно чаще всего христианами на ветхий завет подлежит такому вот метафорическому рассмотрению меня кстати забавляют историй от некоторых бывших якобы атеистов которые стали верующими их объединяет одно у них не было никогда знаний поэтому они сначала бездумно не верили а потом также бездумно поверили как по мне они атеистами никогда не были это агностики не более того натуральный безбожник не сможет уже стать верующим при всем желании они верили а потом также бездумно поверили тому они сначала бездумно не верили а потом также бездумно поверили так ты же сначала бездумно верил а потом бездумно перестал чал Чел, как бы, ну, по фактам. Я думаю, уровень одинаковый, шоё. Они не были атеистами, они, блядь, агностики. Как будто бы одно противоречит другому. Безбожник не сможет стать верующим при всём желании, ахуенно. ...на веру ту или иную религиозную концепцию. На канале во вкладке сообщества я делал публикацию со следующим содержанием. Если ты когда-то являлся верующим, то интересно было бы... Только перевёрнутый лунтик. ...узнать, как в итоге пришёл к атеизму. Расскажи о своём процессе становления, пожалуйста. И вот прочту комменты некоторых зрителей. Родился в религиозной православной семье. В детстве учили, что солнечная система и планеты созданы по замыслу Божьему. И Бог всегда следит за тобой. Читал Библию, учил заповеди, молился постоянно перед сном. Также религиозные притчи учил. Но стал взрослеть и в возрасте 11... Да мне похуй, Мустафа. ...надцать лет начал читать о происхождении религии. О том, какие были течения, виды у разных народностей. И о том, что христианство многое позаимствовало у языческих и других религиозных течений. Да и постоянно мучили сомнения, почему же Бог так ненавидит человечество и дал возможность Еве вкусить яблоко Эдема, если сам был в курсе. Он же все знающий и вездесущий. Значит, он хотел этого. Бог наслаждается войнами, голодом, болезнями и смертью. А люто оправдывает это. Потому что такова воля Божья. И Бог посылает испытания, чтобы проверить твою веру. То есть нацистский преступник, который убил тысячи людей в концлагерях, может спокойно жить припеваючи. Пока какой-нибудь советский ветеран помирает от холода и голода. Потому что Бог якобы проверяет его на стойкость. Ну да. Ну тут как бы жизнь в христианстве это хуйня полная получается. Это правда. Сегодня пятница, ДНД не было, ДНД в следующую пятницу. Через пятницу. Так вот. Бог. Бог. Бог, 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 Бог. Ну для христианства получается что, это мир, он да, не главный. Это как знаете, игра, после которой вам может там, не знаю, награду какую-то дадут. Вот вы играете в компьютерную игру, допустим. Ну правда не очень хорошее сравнение, потому что в христианстве этот мир это не симуляция, скорее всего, да. Хотя вот Беркли со своими представлениями, когда он пытался еще в христианство плести, у него как раз симуляция была. Ну да ладно. Так вот. Но все же, да, мы такую аналогию проведем. Это игра, в которой, ну все что угодно может произойти. Вы можете умереть, вы можете долго жить, вы можете творить добро, вы можете творить зло. У вас есть свобода выбора. Вот вас допустили, вы играете. По итогу игры, собственно, по ачивкам определяется, куда вы попадаете. Ну по ачивкам, еще и в конце мега-ачивка, там можно попробовать там раскаяние бахнуть. Вот. Можно бахнуть раскаяние в конце, и может быть еще и подфартит, и вы все-таки попадете куда надо. Но так вот, все равно по ачивкам плюс-минус определяется, куда вы потом на пост-стрим, на пост-гейм попадете после вашей смерти. Соответственно. Как-то так. То есть, действительно получается, что жизнь того же самого ветерана, который там еле-еле сводит концы с концами, ну, она в христианстве плюс-минус равна жизни миллиардера, который не сводит концы с концами, а который сидит, кайфует такой, такой радостный, такой счастливый сидит. И вот-вот-вот он, например, да? Вот. Эти жизни абсолютно равны, ну и, соответственно, каждый из них проходит свое испытание. Да, в случае с богатеем, он там проверяется на алчность, еще на какую-нибудь хуйню. У него как раз больше возможностей совершать как можно больше грехов, если что, на самом-то деле, да? То есть, бог ему, как бы, антибав дал, по сути. По сути, даже если так подумать, быть в рамках христианства богатеем, пиздец, как сложно. Ну, это реально сложно. То есть, у вас, серьезно, у вас есть бабки, у вас есть деньги, блядь, деньжули, короче. Куча, 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 куча бабла, вот так вот на тебя, вот, блядь, сыпятся. Ну, что хочешь? Проституток хочешь? Бери проституток. Тебе есть, что за жадничать, жадничать, да? То есть, ну, деньги есть, ты можешь их не отдавать людям и жадничать себе их там приобретать. Алчность. Можешь еды кучу жрать, разные, вкусные, прекрасные, да? То есть, и наедаться можешь, и одновременно с этим дорогую вкусную еду покупать. Я бы даже, наверное, сказал, что богатство для христианина может смотреться как куда большее испытание, чем бедность. В бедности, ну, чё ты там можешь сделать? Ну, ты можешь там тёлочку захотеть, она тебе всё равно, блядь, не даст, скорее всего. Ты нищий ёб и хуесос, короче. Охранник церкви, женская прозлую версию Василия, что... А, это злая версия Василия. Не, серьёзно, вот по христианству-то так и получается. То, что у вас в жизни происходит, ну, это как бы, да, это предварительная определённая ступень, очень важная предварительная ступень. Всё равно предварительная. То, что вы здесь вдохнете, вас изнасилуют, убьют, там, трахнут ваших детей, сожгут их нахуй в печи, будут насиловать... Это просто шутка, осуждаю шутку ужасную, я не договорил, слава богам. Вообще без разницы. Вот в идеале, да, если мы так теоретически представим, как если на это просто посмотрим с рациональной точки зрения, если уберём эмоции там наши, всякую вот эту хуйню, если мы просто посмотрим на то, как христианин мог бы реагировать, если бы он подходил не с эмоциональной, а чисто с рациональной точки зрения. Ну, там, не знаю, убили, изнасиловали дочь, там, не знаю, сожрали её труп, и, соответственно, ну, ну и ладно, она, наверное, в рай попала, скорее всего. Ну, там наверху будет заебись, скорее всего. То есть она мало прожила, она не успела нагрешить, она там была крещена, она там в церковь ходила, так всё заебись. Ну, всё охуенно, по сути. Ну, ладно, пострадала в конце, но теперь зато блаженство её будет ожидать. Охуенно же. Ну, пизда-то, по-моему. Дай бог, с каждой дочерью такое случится. Осуждаю, это шутка. Но, по факту, если чисто рационально так подойти, если рационально так подойти, действительно, можно чуть ли не хотеть того, чтобы дети умирали как можно в более раннем возрасте. Ну, не совсем раннем, когда мы их уже крестили, когда мы вот это всё сделали. Мне кажется, так себя и успокаивает. Ириночка, понимаете, это как раз рациональный вывод из христианской концепции. Вот в чём дело. То есть, там всякие эмоции сострадания. Понятно, что люди их испытывают, им грустно от потери любимых своих детей, родителей и всех остальных. Это всё понятно, это не исключается. Но чисто рациональный подход, если мы посмотрим, вот выводы из христианской концепции. Так, ранняя мучительная смерть, это заебись. Это реально заебись. Это, ну, вы как бы... Вы, может, ещё и мучеником, блядь, станете. Там ещё бонусы вам за это дадут. Вы как бы... Вам ачивка. Изнасилованы, съедены, убиты, блядь, мучились, молились Богу, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вы, блядь, ачивки зарабатываете во время этой смерти, и в рай, блядь. Просто вот из пневмо трубы в рай ваша душа вылетает. Кайф. Кайф, короче, кайф. Что может быть лучше? То есть, в этом плане, чисто такой рациональный подход, наоборот, нам бы подсказывал, что... Так, чем хуже, тем, блядь, лучше, чаще всего. Ну, не всегда есть исключения. Например, Содом и Гамора, там, где люди хуйней занимались, и Бог их ебанул, да? Ну, ебанул и ебанул. То это уже... Вот это и здесь исключение, да, из правил. Когда люди могут умирать, но на самом деле они не были хорошими. Эм, да. Какими-то ебанными лозунгами говорить. Мне вот не нравится, когда люди начинают лозунгами ебашить. Вот. Ну, это понятно, Редкий Госс, что там есть еще дополнительно бонусы, что мученичество надо как-то еще по-христиански воспринимать. Но если вы, короче, если вы христианин, если вы молились Богу в этот момент, исповедались, там все такое, когда вас там насиловали, резали, убивали, ну, все, это бонусы, блядь, это ачивки, короче. Это, короче, вам зачтется, соответственно. Мы очень быстро прошли этот мучительный и сложный путь, а все остальные остались здесь мучаться, еще хер знает, что с ними произойдет. Вот. Потому что до смерти каждый из нас может такой хуйни натворить. Ну, науки тоже были созданы плодом фантазий человеческих, так или иначе. Даже научные теории неизменно используют человеческие фантазии, по-другому просто нельзя. Мы не умеем по-другому теории создавать. Ну, это ладно, это вы знаете про мою критику науки и про все такое, это долго объяснять. Но принципиальной разницы здесь нет. Наверное, только в уровне сложности построения теоретических представлений. Ну, и в эмпирическом подтверждении, которое на самом деле не является на 100% достоверным. Ну, при этом, ну, почти все. Спасибо Богу. Что у вас тут происходит? Да так, рассказываем про Бога. Следующий комментарий. Родился в семье баптистов, мозги промыли на ура, и я долго оставался верующим. Но вопросы к религии все назревали, назревали. Обещания, описанные в Библии, не работали. А на несправедливость мира вокруг уже не мог закрывать глаза, оправдывая Бога. Так и начал копать в... Почему она не исчезает, кстати? Почему она... Почему так долго? ...нужном направлении. Книги по биологии, научно-популярные видео и статьи «Критический непредвзятый подход к христианству» Сравдан... Стоп. «Критический непредвзятый подход к христианству», когда ты просто его обсираешь без аргументов нормальных? М-м-м... Аргументов нормальных. Так вот как это называется. Так вот как это называется, ребят. Я просто пропустил... Да, вот этот момент, когда... Просто высираться в адрес христианства, это стало подбором аргументов. Не аргументов, это критический обзор христианства. Вот критический. Просто сидишь и обсираешь. М-м-м... Как-то так. Сравнение его с другими религиями дали свои плоды. Уход от веры был долгим и очень болезненным. Как будто отрываешь по живому часть себя. А страх перед адом и наказанием любящего бога еще долго не давал мне спокойно жить. Приход к атеизму здорово прочистил мозги, и жить стало гораздо легче. Теперь терпеть не могу религию в разных ее формах. Критический непредвзятый подход. Через пять минут. Не терпеть не могу религию в любых ее формах. Ха-ха-ха-ха-ха. В одном сообщении буквально. Через предложение. Да, через одно, через два предложения написано. Непредвзятый критический подход. И ниже. А-па! Не могу терпеть религию в любых ее формах. Гений, блядь. Гений. Не, у человека, который комментарий написал, у него точно рессентимент. И он долбоеб конченый. Ну, просто, блядь, потому что... Ну, он даже не подумал, что он пишет. Вот просто взял, накатил говна и все. Зачитываю дальше. Верующим пришлось стать, потому что жил в семье православных религиозных фанатиков. Еще в детском возрасте я как-то не особо верил в эти бредни, которые были написаны кем-то тысячи лет назад под воздействием глю... Ну, кстати, вот он так жестко слово фанатики употребляет. По-моему, просто фанатизм – это очень радикальное проявление убежденности. Да, это мега-радикальное проявление убежденности. Ну, я как определяю фанатизм, да, для меня фанатиком становится человек, который совершает какие-то негативные действия. То есть портит жизнь другим людям, чтобы... Вот инакомыслящим, лучше сказать, да. Это портит жизнь инакомыслящим, чтобы так или иначе укрепить свою религию. Вот фанатик. И, по-моему, фанатиков – меньшинство в мире. Но их меньше всего среди верующих. Ну, в смысле... Их меньшинство среди верующих. Большинство верующих – просто верующие, они не фанатики. А что это для него должно быть? Ну, в смысле, нет развития? Снимая вера в какого-то чувака, который прилетит и всем поможет. А ещё есть другой чувак, который прилетит и всем поможет. Лидер или христианский бог? Чувак, который живёт в... Вообще-то про крокодила Гену, наверное, да? Прокодил Гена. Ну, на голубом вертолёте прилетит. Буквально так христиане, видимо, и представляют себе бога. И на него можно свалить абсолютно любые свои косяки. А вот комментарий от верующего. Ни фига не читал, ни фига не учил. Всю жизнь грешил, как тебе и не снилось. Нарушил всё, что можно было там нарушить. Но знаю точно, бог есть. И он существует вне зависимости от твоего или моего желания. На что ему ответили. Пожалуйста, пример типичного верующего прохиндея. Живший по принципу «сегодня грабил, убивал, завтра покаюсь и попаду в рай». Кто хочет прочесть и другие, не менее интересные сообщения на эту тему, переходите во вкладку «Сообщество». Там много комментариев, я озвучил лишь малую часть. Просто выделил рандомного челика. Возвращаясь к своему воцерквлённому детству, вспоминаю, как зачастую чувствовал себя грешным. Я пытался сдерживать агрессию, старался не драться, искренне хотел отвечать добром на зло, согласно новозаветным положениям христианства. Но у меня далеко не всегда это получалось. И я понимал, что... Хипермен Марат, вам наверняка. Если не буду отвечать ударом на удар, то надо мной вскоре начнут издеваться все одноклассники. Поэтому заповедь ударили по левой, подставь правую, вообще не соответствовало реалиям. Почему я должен превращаться в жертв... Перестал верить в христианство, потому что его доебывали гопники. Уф! Гениально. Вот это да. Вот это да, сильно. Мощь. Да вы чё, шуя, он, блядь, верующим был. Он знает, блядь, он прохавал религию изнутри, как Невзоров, блядь, вы не понимаете. Чел, он прошёл путь становления от верующего к атеисту. Он отказался от этой блядской тупой веры и стал умничем, настоящим учёным в своей голове, конечно. Он прочитал книгу Дарвина и понял, что Бога нет. Из-за христианства я получал пиздюли от малолетнего уебана. Следовательно, Бога нет. Да, сильно. Хипермен Марат легко, но я не могу раскомнадзорить вас лично никак. Моё животное нутро говорило мне, ты станешь ничтожеством, станешь жертвой, станешь кормом для двуногих зверушек, если будешь позволять им так вести себя по отношению к тебе. И в итоге я прислушивался именно к своей природе. Это работало, это... Природа такая. Бля, а чё, у него голоса в голове? Стоп, простите, это чё, вот не природа, кажется. Это чё-то... Это чё-то совсем другое. Это шизофрения, мне уже кажется. Соответствовал действительности. Меня начинали бояться уважать. Также я ощущал себя грешником, осознавая свой... Был верующим, никого не бил, хулиганы обижали. Стал атеистом, пиздить людей начал жестоко. Его начали уважать. Свои гопники. Возглавил гопников. Интерес к обнажённому женскому телу. Интернета тогда не было, приходилось покупать жвачки с нак... Бля, ха-ха-ха. Чел начал, знаете, я начал проявлять интерес к обнажённому женскому телу. И такой, интернета тогда не было, поэтому я раздевал женщин. Да никем, по большей части. Спасибо, Нормалёк, сейчас, скоро. Ни кем, чё, Чилд Роланд. Ни кем, ни кем. Ну, есть для отдельных, наверное, представителей... Бля, чё? Есть для отдельных представителей философии, наверное, места какие-то, всё же. Скорее всего, они найдутся, да. Там для этиков, может быть, есть какие-нибудь этические комитеты, ещё какая-нибудь хуйня. Но это очень редкие работы. Чтобы по специальности работать ещё и философом. Вот. Ну, может, логики тоже с философских факультетов могут устроиться куда-нибудь, работать. Плюс-минус под специальности, использовать логику, там, не знаю, для программирования, ещё для чего-нибудь. Ну, а так, в среднем, не. В среднем, основная тенденция, это быть философом в УЗЕ. Клейками. Так стриминг даже, ну, можно не рассматривать. Вот, объективно, сколько студентов философских факультетов стримят в процентах? Ноль. Ноль, запятая, ноль, 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 там сколько-то, нулей один где-то, вот. Помню, как сейчас. Смотрю я на вкладыш с фотографией голой прелестницы. Мне нравится это зрелище. Я мечтаю о том, как бы трогал её тело, но в какой-то момент в мою голову стучится мысль, которая говорит, что это грех. В общем, внутри меня постоянно велась борьба. Бессмысленная борьба, причиняющая бессмысленные страдания. Война естества с искусственными догмами. И хорошо, что я вовремя одумался, поняв, что эта религия мне не подходит. Иначе бы я заработал себе чёртова кучу различных комплексов. А возможно бы и вообще стал ёбнутым фанатиком с раздвоением личностей. И как говаривал мыслитель... А христианство против мастурбации? Ну, плюс-минус, да. Самой опасной из всей царствующей лжи есть святая, освященная, привилегированная ложь. Ложь, которая является для всех шаблоном правды. Она плодит другие всеобщие ошибки и заблуждения. Она есть гидроголовое древо абсурдности с тысячью корнями. Она есть рак общества. Вот и думайте, ребята.